Всем привет, друзья! Вы на канале Злобяши. И сегодня мы с вами отправляемся в невероятный замок. Доброго времени суток, друзья! Мне очень интересно, в какое время, дня или ночи, вы смотрите данное видео. Напишите, пожалуйста, об этом обязательно в комментарии, с какого города вы и сколько сейчас у вас времени. Мне будет очень интересно почитать. Хотела я вам сказать, что только на моем канале будет этот замок, что я такая классная, пришла сюда самая первая. Но вы представляете, как только вы вышли из машины, сюда направились еще два человека, и они уже лезут туда. Поэтому мы там будем не одни, к сожалению. И да, я, получается, не первая, но там очень классно. Я буду всему удивляться, наверное, потому что там невероятно круто. Я думаю, вам это очень понравится. Мы сейчас идем днем, потому что вас задолбали ночные видосы, потому что вас все время что-то задолбывает, вам все время что-то не нравится. Вам не нравится то ночь, то день, то... Я с друзьями, то я одна. Вам все не нравится, но сегодня я решила пойти днем. Поэтому, если вы мне напишите, что хотите отсюда ролик ночью, чтобы я сюда пошла одна, то обязательно об этом пишем в комментарии, и я подумаю, сходить ли сюда одной или не сходить, в зависимости от вашего актива. А мы и направляемся в этот замок. Так, мои хорошие, я надеюсь, вам что-то видно и все слышно. Мы уже на территории. Обойдем сейчас сзади, посмотрим, что у нас здесь. Посмотрите, это какая-то ловушка. Аккуратно здесь капкан. Да, я не знаю, что это такое. Это вообще генератор или что здесь пахнет бензином. Скорее всего, это огромный генератор, в случае, если отключали свет. Вот, посмотрите, здесь шатер находится. А вот там, собственно, сам замок. Вау, смотрите, друзья. Вот такой вот классный шатер. Ну, а нам с вами надо как-то пробраться туда. Я не знаю, ребята попали туда или нет. Сейчас мы с вами это в скором времени узнаем. Я предлагаю сейчас зайти в шатер, чтобы особо не палиться на территории. Офигенно. Возможно, когда-то здесь праздновали свадьбу или еще что-то. Какие-то дни рождения. Понятия не имею, что делали в этом замке, но это прям замок-замок. Сейчас вы в этом убедитесь. Здесь я не могу так открыто выходить на территорию, потому что здесь есть охрана. Она сюда очень часто приезжает и проверяет этот замок. Но чтобы вам все успеть отснять здесь, я предлагаю уже направляться туда. Ну, тут такая дорожка. И вот туда я подойду позже, чтобы прямо не палиться так палевно. Сейчас будем искать, как мы сюда можем попасть. А вот я уже вижу, кстати говоря, по ходу. Потому что, ребята, залезли мы через такое окошко. И сейчас начинается топовый контент. Здравствуйте. Здравствуйте, молодые люди. Как поживаете? Я искренне надеюсь, что здесь никого нет. Кроме тех ребят, которых вы встретили. Потому что я тут сейчас хожу одна. Я думаю, ночью сильно прийти будет. Десять раз скрипу я. Ну, пока что, пожалуйста, насладитесь этим офигенным кипилем. Невероятно просто. Как такое вообще возможно, что такие места забрасывают? Ну, тут, смотрите, как будто бы подсвечено фнарями. Но это свет из окошка. Это я, собственно. Залов пришла чинить. Вот это да! Зацениваем эту красоту. Тут я вам подсвечу такой вот рояль для банкетного зала. Вот этого невероятного банкетного зала. Просто посмотрите на это. Как это вообще возможно, что это заброшено? Вот это вот столько для микрофона. Наверное, кто-то играл на этом рояле. А кто-то пел. Просто заценивайте, друзья. Тут просто остались тарелки. Такое ощущение, что здесь готовился какой-то банкет. И люди просто встали и ушли. Стол заказан. А вот это, я понимаю, меню. Фирменные блюда из дичи. Да, я вам признаю, что это на самом деле был ресторан. Вот в таком невероятном оформлении. Предлагаю вам понаслаждаться еще раз этими панорамами. Просто посмотрите, я в таком шоке пребываю. Вы знаете, какая-то жучка написала мне в комментариях, что я хожу и так всему удивляюсь, как будто я даун. Во-первых, мои хорошие, я не даун. Во-вторых, даун — это болезнь. И давайте не будем оскорблять таких людей. А в-третьих, ну где вы еще можете такое увидеть? Неужели вы зайдете на любой другой канал про заброшки и просто-напросто увидите такие невероятные места? Да, я тоже не могу ответить на этот вопрос, поэтому наслаждайтесь на моем канале. Здесь, я так понимаю, картины, связанные с охотой. Этот ресторан был совсем не вегетарианским, как мы с вами видели. Вот здесь, наверное, кухня, я так понимаю, или что. А, это какой-то у нас вип-зал с такими у нас стульчиками, столиками. Это уже не общий зал. Тут какой-то темный вип-зал у нас. Тут даже скатерть еще осталось. Такая вот лампадка. Посмотрите, пожалуйста, как она когда-то включалась. Но здесь отрублено электричество, поэтому сейчас ничего не работает. Картина эта плюшевая, если что. Я потрогала, проверила. Насладимся этим вип-залом. Посмотрим, какая здесь красота. Такая вот огромная люстра. И вот такие, еще раз повторюсь, лампадки невероятные. Так, мои хорошие, мы отправляемся дальше. И поскорее, чтобы успеть до обхода охраны вам все отснять. Потому что здесь невероятное просто какое-то место, какое-то помещение. Там, походу, технический какой-то. Мы потом туда сгоняем. Обратите внимание. Но это не настоящий камень, я вам скажу. Но выглядит это очень эпично. Посмотрите, там какие-то рыцари тоже на конях. Обалдеть. Вот такой вот камин. Причем камин, походу, дело даже настоящий. Его можно растопить. Блин, к сожалению, тут уже кто-то повандалил. И это, честно говоря, немного печалит. Почему у нас люди такие уроды. Такие салфеточки тут. Помимо обычного меню, у нас тут и есть карта вин. Белые вина. Я вам все засвечивала, потому что держу все одной рукой. Ну, короче, абсент, виски, все как надо. Вот карта вин. Вот обычное меню. Это какая-то подсобочка, я так понимаю. Здесь у нас персонал сюда заходил и выносил гостям их блюда. Ура! Мы с вами пришли на кухню. Вот как выглядела эта кухня, где готовили эти самые блюда. Ну, в общем-то, тут, я думаю, для вас не особо что-то интересное. Ну, хотя, не знаю, блин, главное таракана не увидеть. Я безумно их боюсь, насколько вы знаете. Кухня выглядит как какая-то домашняя кухня, на самом деле. Она не выглядит как кухня, вот как в лагере, знаете, такие масштабные, большие кухни, где готовят намного-много человек. Видимо, тут готовили совершенно какие-то маленькие порции. Но продуктов тут вроде не осталось. Крайней мере, я не вижу. Так, посмотрим на эту кухню еще раз. Ну, так все достойно, выглядит нормально. Хотя, кто знает, почему прикрыли этот ресторан. Может быть, как раз таки из-за какой-то антисанитарии, которая здесь находилась. Не знаю и даже знать не хочу, если честно. Таким взглядом это помещение. И идем в следующее помещение. Вот тут вот у нас были для помывки посуды, я так понимаю, или еще чего-то. Но здесь они не подписаны. Так вот выглядит территория сама. Мы потом постараемся добыть, если она раньше времени не выглядит. Вот, посмотрите, тарелочки, кстати, классные, тоже очень стилизованные. Помимо вот этих белых тарелочек, здесь вот, наверное, для рыбы, или еще для какого-нибудь блюда, горшочки. Куча всякой посуды. Ну, на такой ресторан, я думаю, прям ее много не надо. Собственно, вот тут она вся и стоит. Такие миленькие салоночки. Вот это, я так понимаю, соусница или что-то в этом роде. Так, идем дальше. Чашки. Посмотрите, какие они исторические белые чашки, как в каком-то санатории. Почему в таком рыцарском прекрасном замке такие чашки? Я понять не могу. Меня не устраивает. Это так. Сюда, нахуй. Здесь вот уже что-то более такое у нас симпатичное. Вот это, наверное, для вина или еще для чего-то. Они пока еще все стоят. Бокал. Понимаю, друзья, этот бокал за вас. Посмотрите, какие еще бокалы интересные. Такие. Честно говоря, меню мне все читать просто-напросто лень. Возможно, здесь еще было какое-то десертное меню. Вот это наверняка до какого-нибудь десерта у нас. Винишко кто-то попивал у нас. Изабелла Евпатория. Год у нас какой? Крым. Год не вижу. И времени у меня особо нет. Это, по-моему, семнадцатый год. Как все серьезно и опасно. Наверное, это какие-то склады. А это, ну, не знаю, масса, наверное. Ну, холодильник. Холодильная камера огромная. Просто подсобное помещение, где хранились решетки для гриля. Кстати говоря, скорее всего, там у нас где-то снаружи есть место для жарки этого гриля. Барбекю и так далее. Поскольку я знаю, это кокотница. Если вы знаете, для чего это, я знаю. А вы напишите мне, пожалуйста, для чего эта кокотница нужна. Посмотрите, тарталетки у нас тут еще вполне себе съедобного вида. Горшочки для запекания. Вот куча этих кокотниц. Вот, горшочки. Блин, есть так захотелось. Не могу просто... Здесь вот эти вот красивые салфетки для оформления столов. Здесь мы с вами городки были. Все, первый этаж по ходу дела я обошла. Вот это все. И надо двигать на второй этаж пока. За нами еще никто не пришел. О, это у нас какая-то одежда, я так понимаю, для персонала. Кстати говоря, Новый год здесь тоже когда-то праздновали. Вот, пожалуйста, новогодние игрушки. Здравствуйте. Вот это у нас тут шкафчики для персонала. Я вот думаю, что это гардеробная. Да, это не гардеробная. Здесь переодевался персонал. У каждого был собственный шкафчик. Какая-то одежда здесь осталась. Шаль какой-то бабушки. Тапки там вот были. Ну, короче, это неинтересно, поэтому мы с вами отправляемся наверх, только немножечко по другой лестнице. Ну что, собственно, поднялись мы по этой лестнице. И я сейчас уже обернусь туда и покажу вам это. Внимание. О-фи-геть. Короче, тут у нас бильярдные столы во всей своей красе просто. Посмотрите на эту красоту. Всё в коврах. Всё очень серьёзно и опасно. Да-да, друзья, это бильярдные столы. Такой-такой. Шариков я пока что не вижу. Наверное, их забрали с собой и правильно сделали. Иначе их бы уже забрали такие посетители, как и я. По одному шарику на память здесь вот... Не знаю, какая-то полка называется. Возможно, здесь лежали шары и веселяки. Вот это для настольного футбола, я так понимаю, штучка. Вот такая вот нас вечеринка, друзья. Как вам такое? Ну-ка, не жалеем свой лайк. Ставим скорее лайк. Потому что мы постарались, чтобы для вас найти такое офигенное место. Тут вот заценим такие кожаные, красивые диваны. еще зона для того, чтобы люди отдыхали. Наверное, может быть, здесь тоже кушали или чем-то таким занимались. Не знаю, в чем. В общем, можете написать свои предположения, но особо тут как бы ничего больше нет. Просто такая игровая зона для отдыхающих. Тоже у нас диванчик. Смотрите, какой у нас тут проход. И мы здесь попадаем в бар. Барная стойка тут такая. Невероятная. Очень красиво. Безумно красиво выглядит. Смею предположить, что тут был Хэллоуин. Я думаю, что здесь люди проводили свое вечернее время. И нормально так отдыхали. Что еще могу сказать? Там балкон. Я не хочу. Не хочу выходить на балкон, если только спалят, это все. Давайте немножечко выглянем. Давайте еще посмотрим вот этой невероятной панорамы. Ну что, мои хорошие, хотите зайти туда и побыть барменами? Давайте. Конечно же, мы с вами зайдем. Как я вас могу оставить без такого? Чтобы побыть не обычными посетителями, а еще и барменом. Барменом. Не знаю, как правильно. Тут нихрена интересно умеется, кроме вот таких вот остаток бутылок. Такие вот бутылки красивые, посмотрите. Тарубочки. Все, думаю, из этой комнаты мы идем дальше. Смотреть, что еще не обошли. Это лестница вниз. Это мы с вами еще раз спустимся напоследок посмотреть, что там у нас такое. Сейчас зайдем вот в эти потайные комнатушки. А, понятно, здесь у нас просто елки. А, я поняла. Это такая вот коморочка под скатной крышей, в которой прятались всякий декор. Тут тоже что-то, смотрите. А, это плафоны, елочные игрушки. Ну, короче, это, походу, дело очень красивые плафоны, которые висели на потолке. Об этом я сейчас смогу только догадываться, хотя хрен за это вроде здесь довольно-таки достойно все выглядит. Не знаю, куда они. А, это на бильярдном висело. Вон, посмотрите, вот такие вот плафончики. Ой, какой, посмотрите, какой классный прожектор. Очень симпатичный. Что, ребятки, надеюсь, я заслужила ваш лайк, потому что место невероятно классное. Мне безумно понравилось место. Сейчас заснимем последние панорамки и уже уходим отсюда, потому что скоро будет обход. И, как вы понимаете, нам нужно отсюда уже оттекать. Ребята, смотрите, здесь стойка эко-продуктов, такие красивые витражи. А вот здесь какой-то залаз наверх. Что тут было, я понятия не имею. Даже не могу предположить. Сейчас мы уже пройдемся, конечно же, наверх. Вот туалет, смотрите, свой какой-то душевая, я так понимаю. Смотрите, я вам сейчас покажу вид с окна. Это вот такие вот колонны классные, если вы разглядели, если нет, мы сейчас с вами обязательно выйдем. С этого замка я поснимаю вам, как он выглядит. Офигеть, вот это вип-зона. Там чердак, там, наверное, ничего нет, мы сейчас залезем обязательно. Такая вот вип-зона, смотрите, офигеть. Несколько стульчиков, такой вот купол классный, тут, наверное, подсвечивается такое окошко. Посмотрите, какая красота. Вот такой чердачок очень миленький. Ребята, как же мы с вами туалет не снимали. Посмотрите, какой здесь туалет. Вот я, опять-таки, мы и Ж, куда хотите, давайте в Ж пойдем посмотрим. Очень нормальный туалет, кстати говоря. Достойно, достойно, за счет, ребята. Ставлю лайк за туалет. Все, ребята, мы вылезли. Снова этот вид этого прекрасного замка. Я сейчас быстренько отсниму вам там, где жарили барбекю, там, как он выглядит снаружи, потому что тут невероятно красиво. Смотрите, вот тут такие вот старенькие у нас лавочки. Тут вот вход в этот шатер летний. Красивый вход баранный. Посмотрите, какая красота. Очень красиво, очень классно выглядит. Такая красота. Все, ребята, пришли мы туда, откуда, собственно, и начинали наш путь. Кстати говоря, вот это я вам не засняла. Посмотрите, он поролоновый. Невероятно классный паук. Очень классный декор, мне безумно тут понравилось. Думаю, что на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся. Меню у нас заказать не получится, к сожалению. Никто нам его с вами не принесет, но я поеду жрать, потому что я очень сильно захотела есть. С вас лайк, подписочка на канал, пишем, хотим мы видос с ночи или не хотим. Как вообще такие видео, обязательно пишите в комментариях. Все, ребята, давайте, не расстраивайте меня своим активом. Всем пока! Редактор субтитров,